Всем еще раз добрый день! Мы после большого перерыва возобновляем наши обсуждения. Пока у нас свободное обсуждение, каждый предлагает свой какой-то источник, который интересно было бы обсудить. Вот сегодня я предложил статью Бейсмана «Как мы семантически индивидуируем натуральные числа». Статья достаточно интересная и в философском, и в нефилософском плане. Она опирается на эмпирические данные когнитивных наук, но при этом ставит ряд философских вопросов, которые связаны с этими данными. А эти данные используются в качестве аргументации в том числе. Бейсман в этой статье отвечает в некотором смысле на то, что мы читали у Линноба в «Тонких объектах». Глава, по-моему, он десятый номер у нее, о натуральных числах. Линноба там рассматривал различные принципы. Он рассматривал несколько концепций натуральных чисел, кардинальную концепцию, ординальную концепцию, и обсуждал вопросы о том, какая из них является первичной, какая производная. Вот такие вот, связанные, скажем так, с познанием натуральных чисел. Вот. И вот эта статья Бейсмана – это своего рода ответ на идеи, высказанные Линноба. Ну, то есть, в общем-то, то, что нам должно быть в некотором смысле знакомо. Ну, давайте приступим к обсуждению. Значит, некоторые базовые идеи, которые необходимо озвучить для того, чтобы стало понятно, о чем здесь в дальнейшем идет речь. Ну, еще начиная от фреги, идет такая идея о том, что для референции требуется кретерий торги стопа. То есть, указывать на объекты мы можем, если мы можем эти объекты идентифицировать. То есть, можем их отделять друг от друга. Видим, что один стол перед нами, вот второй стол. Если мы их можем отличить друг от друга, да, если есть возможность нам сказать, когда стол является одним и тем же столом, тогда мы можем о столах говорить. Пока мы это четких критериев торги стопа не имеем, то и референции нет. Да, и, собственно, то, что в дальнейшем было подхвачено Куайном, в его принципе нет сущности без торги стопа. Для Куайна еще более радикально, чем для фреги в некотором смысле. Получается, что если критериев торги стопа для чего-то нет, то тогда и вещей этих тоже нет. Фреги для того, чтобы получить натуральные числа, используют принцип абстракции, который называется принцип юма. Вот он в статье Бейсмана выглядит примерно вот таким вот образом. Да, здесь число F равно числу G тогда и только тогда, когда F и G находятся в однозначном соответствии. Ну, то есть они являются равномочными. Если F и G — это равномочные понятия, то тогда число объектов, которые подпадают под эти понятия, равны. Числа объектов, которые подпадают под эти понятия, равны. Вот, и если этот принцип верен для нашей практики, то есть как мы используем различные выражения, обозначающие натуральные числа, то тогда получается, что мы индивидуируем натуральные числа, используя кардинальные свойства, поскольку здесь как раз о кардинальности идет речь. С другой стороны, можно поговорить об ординальном принципе, который формулируется у Линобо следующим образом. Число, соответствующее порядку M, равно числу, соответствующему порядку N, тогда и только тогда, когда места в порядке совпадают. Например, пятый элемент в порядке, и пятый элемент в порядке занимает одно и то же место. Соответственно, числа, которые обозначаются какими-нибудь выражениями, обозначающими вот эти вот места в порядке, они равны. Вот, и, естественно, у нас получается так, что если вот этот ординальный принцип верен для нашей практики, опять же, то мы индивидуируем натуральные числа, используя ординальные свойства. Собственно, статья как раз и посвящена тому, как же в действительности мы на практике работаем с числами. То есть мы индивидуируем натуральные числа с помощью одного способа, с помощью другого способа или каким-то иным образом. Вот эти вопросы ставятся в данной статье. Линнебо в «Тонких объектах» говорит о том, что вот эти два принципа, принцип Юма и ординальный принцип, являются двухуровневыми критериями тождества. И тождество объектов одного вида связывается с некоторым условием, включающим предметы другого вида. Ну, то есть вот у нас есть, например, равномочность, да, и равномочность связывается с равенством чисел. Или у нас есть занятие одинаковой позиции в последовательности и, соответственно, равенство чисел. Ну, то есть это принципы абстракции, аналогичные тому, как там у Фреги и вслед за ним у неологицистов, и в том числе у Линнебо, поскольку он тоже это обсуждает, происходит абстракция. То есть мы переходим от одних объектов к другим объектам. То есть от отношений между какими-то знакомыми нам объектами мы переходим к критериям тождества для тех объектов, которые нам менее знакомы. Вот здесь вот, например, от равномочности переход к числам, или, может быть, от линий переход к направлениям, ну и так далее. Этих принципов достаточно много, и у Фреги, по крайней мере, там несколько их обсуждается. Ну и, значит, предполагается, что вот эти вот два принципа, они позволяют объяснить референцию к объектам, которые находятся слева, и объяснение это дается через объекты справа. То есть слева у нас натуральные числа, справа у нас какие-то отношения между более знакомыми объектами. Вот. И Бёйсман в этой статье ставит перед собой задачу объяснить практику. Практику того, каким образом мы работаем с натуральными числами, то есть как мы приобретаем способность отличать числа друг от друга, и как мы приобретаем способность работать с ними. Он говорит, что эта практика может быть подвержена каким-то историческим изменениям, но нас интересует то, как это происходит в настоящее время. То есть, может быть, в будущем когда-нибудь люди будут по-другому работать с числами или по-другому обучаться работе с ними. Но у нас есть эмпирические данные о том, что происходит сейчас, и поэтому мы будем во многом основываться именно на них. Поэтому план статьи следующий. Для начала Бёйсман планирует разобрать аргументы Линнобо в пользу ординальной концепции. Затем он предлагает обратить внимание на данные когнитивных наук, обратить внимание на данные лингвистики, на некоторые лингвистические теории, и потом обсудить вопросы прямого указания на числа, либо же перейти к формулировке какой-то альтернативной концепции, которая будет представлять собой смесь кардинальной и ординальной концепции. Но в действительности он, собственно, это и делает в конце своей статьи. То есть он предлагает альтернативный вариант, в котором ординальная и кардинальная концепции смешаны. И Бёйсман наговаривает, что сам Линнобо в своей книжке признает, что его аргументы в пользу ординальной концепции, как того принципа, который объясняют эмпирические данные, могут быть недостаточными. То есть сам Линнобо признает, что его аргументация может быть неокончательной. Вот. Ну, аргументы Линнобо. Линнобо в тонких объектах предлагает три аргумента. Первый аргумент — это аргумент от специальных чисел. То есть он говорит, что если бы кардинальная концепция чисел была верна, то нам было бы проще в историческом плане формулировать понятие о числах, о некоторых специальных числах, чем вот на самом деле. Да, и в частности, легко осознать, что у вас в кармане нет золота, поэтому вы легко должны получить понятие нуля, потому что ноль — это вот число, которое, роль которого играет пустое множество. Ну, то есть там, как у Фредди, это понятие, обозначающее то, что не тождественно самому себе, да, пустота какая-то. Ну, исторически понятие нуля появилось достаточно поздно, говорит Линнобо. То есть если бы люди использовали кардинальную концепцию, то понятие нуля бы легко появилось у них, но оно появилось нелегко. И в европейской математике оно появляется в работах Фибоначчи в XIII веке. То есть вот только в XIII веке в европейской математике появился ноль. Почему до этого не было? Может быть, тогда использовалась другая концепция натуральных чисел. Аналогично для бесконечных кардиналов и для различных понятий самотождевственности, ну и натурального числа в принципе, то есть вот специальные числа. Если же мы посмотрим на ординальную концепцию, то в ординальной концепции специальные числа, ноль, бесконечные кардиналы и так далее, они менее очевидны. Да, и поэтому Линнобо говорит, что вроде как история, исторические данные соответствуют о том, что люди используют именно кардинальную концепцию. Ну, Бейсман на это отвечает, что аргумент от спецчисел не учитывает много разных исторических нюансов, связанных с тем, какие концепции господствовали в математике и философии в какой-то определенный момент времени. Ну, например, он указывает на то, что греки единицу не считали собственно числом, они исследовали единицу в рамках арифметики и не считали это единицу четным или нечетным числом. Например, египтяне использовали только дроби вида 1 деленный на х, где х – это какое-то натуральное число, то есть дроби понимались только как обратные к натуральным числам. Или, например, Аристотель признавал только потенциальную бесконечность, но не актуальную для натуральных чисел, и, соответственно, помыслить себе кардинальность множества всех натуральных чисел просто было для него бессмыслицей какой-то. Причины всего этого с точки зрения Бейслана кроются в том, что определенные концептуальные философские проблемы стояли перед осознанием спецчисел, а не ардинальная концепция. То есть люди не обязательно так долго шли к понятию нуля и бесконечных кардиналов из-за того, что они используют именно кардинальную концепцию. Скорее всего, ситуация была немножко другой, немножко более сложной. Второй аргумент, который использует Линобо – это аргумент от философии языка. В естественном языке выражение число F лучше всего понимать как определенную дискрипцию. И, в общем-то, это делается… Ну, для Фрегги еще определенных дискрипций не было, но он использует выражение, которое очень сильно напоминает определенные дискрипции по своей форме, по крайней мере. Но если мы рассмотрим некоторые конкретные выражения, ну, например, если F – это разрядный термин, разрядный я перевел так английский термин – sortle. открыл для себя, что этот термин впервые использует лог в опытах о человеческом разумении. Ну, и вот этими сортальными или разрядными терминами он обозначает определенные виды идей, которые являются достаточно общими, но при этом не предполагают определенных критериев. Ну, почему разрядный я перевел, потому что так, собственно, у лока переведено в классическом переводе на русский язык. Поэтому я взял разрядный. Вот, если F – это разрядный термин, который… Вот разрядные термины, они предполагают, что мы можем объекты друг от друга отличать. Ну, например, стол – это разрядный термин, потому что один стол от другого мы можем отличить, а вода – это неразрядный термин, потому что одну воду от другой отличить достаточно сложно. Мы не знаем, как измерять, где там единица воды. Вот, если F – это разрядный термин, а P – это предикат, который определен на вот этих F-ах, то для понимания выражения F есть P, ну, например, выражение такого, что число столов равно 4, требуется более прямой способ указания на F, чем через определенную дискрипцию. Потому что если мы проанализируем здесь число столов как определенную дискрипцию, то вот в этом, ну, например, возьмем стандартный анализ по расу. У нас там один из предикатов должен использоваться, который говорит о том, что столов там 4. Ну, или какое-то выражение, допустим, квантерное должно быть, которое говорит о том, что их 4. То есть у нас должно быть какое-то заранее гарантированное понимание того, что такое число 4, иначе мы не поймем, что значит число столов равно 4, потому что в понятии число столов уже число используется. Вот, чтобы понять, ну, аналогично, чтобы понять выражение «самый высокий человек в этой комнате», нужно уже уметь индивидуировать людей. Да, вот «самый высокий человек в этой комнате» – это тоже определенная дискрипция. И когда мы ее проанализируем, допустим, используем Расселовский анализ, у нас там будет, что этот объект находится в комнате, этот человек является человеком, этот человек является высоким, ну, и так далее, и тому подобное. То есть понятие «человека» нам уже должно быть известно. Мы не можем объяснить понятие «человека» через анализ этого выражения как определенной дискрипции, поскольку определенные дискрипции предполагают, что есть какие-то более базовые термины, которые осуществляют референцию, ну, или помогают в осуществлении референции. Вот, то есть, как я сказал только, что дискрипции требуют более базовой референции к числам, в данном случае, поскольку мы числа анализируем. Числительные этого не предполагают, значит, числительные не следует рассматривать как дискрипции. При этом неологицисты, Хейл и Райт, они используют очень близкую аргументацию для того, чтобы показать, что выражение число f, например, в принципе, юма, следует понимать не как определенную дискрипцию, а как некоторое функциональное выражение. Но, тем не менее, даже если мы будем понимать его как функциональное выражение, все равно такое понимание предполагает, что мы уже умеем указывать на числа, то есть мы через функциональное выражение не сможем объяснить нашу референцию. И тут следует признать, что аргумент линоба, конечно же, работает. Работает по меньшей мере против принципа юма. Ну и Бейсман говорит, что вообще-то говоря, вот этот вот аргумент от философии языка, который линоба предлагает, несмотря на то, что он работает, это все же аргумент именно против принципа юма, а не против кардинальной концепции. То есть сам по себе вот этот вот аргумент ничего плохого для кардинальной концепции не несет. Вполне может быть так, что мы используем кардинальную концепцию, но просто используем какой-то другой принцип, не принцип юма, для того, чтобы индивидуировать числа. И третий аргумент, который используется линоба, это аргумент от отсутствия непосредственности. Линоба говорит, что наиболее простой способ указывать на числа предполагает в том числе и индивидуацию чисел. Ну иначе как мы можем на числа указывать? Таким наиболее простым способом является указание с помощью стандартных числительных в системе числительных, с которыми мы знакомы в естественном языке. Ну, по крайней мере, так мы именно обучаемся языку, и именно так мы обучаемся работе с числами. Нам нужно начинать с изучения числительных, уже потом нумералы появляются, мы начинаем уже использовать цифры, но это уже в гораздо более позднем возрасте происходит. То есть дети работают с числительными, поскольку они пользуются естественным языком. Ну, а поскольку определяющая характеристика числительного – это позиция в последовательности, потому что дети изучают числительные, обучаясь счету, да, они считают предметы, там, один предмет, второй, третий, четвертый и так далее. Вот, поскольку с точки зрения Линнеба ординальная концепция является более базовой, чем кардинальная концепция. То есть кардинальная потом должна с его точки зрения вытекать из ординальной. А Бейсман говорит, что, ну, для того, чтобы действительно оценить правильность этого аргумента и, в принципе, оценить, опровергается ли этим аргументом кардинальная концепция, нам нужно обратиться к тому, как пользуются числительными те, кто не являются профессиональными математиками, то есть обычные люди. Ну, для этого мы должны обратиться к эмпирическим данным. И, собственно говоря, дальше Бейсман обсуждает различные данные из когнитивных наук. Он ссылается на Сьюзан Кэрри, это очень крупный когнитивист, психолог из США. И, собственно говоря, Линнеба тоже ссылается на ее данные. Вот, но здесь у Бейсмана гораздо более подробно эти данные рассматриваются, плюс еще даются данные из других источников. Вот, с точки зрения когнитивных психологов, дети сначала изучают счет до десяти. То есть они учатся правильному порядку и учатся указывать на те объекты, которые они считают. Вот ребенок видит перед собой там какое-то количество предметов небольшое, показывает на один предмет, говорит один, потом показывает на второй, говорит два и так далее. Вот, но при этом дети как бы еще не знают идеи количества, как об этом свидетельствуют когнитивные исследования. Вот, и в частности Кэрри говорит, что дети используют специальную такую систему отслеживания объектов, которая является в каком-то смысле биологически встроенной в нас. Мы легко различаем три-четыре объекта. Для того, чтобы различать большее количество объектов, требуется больше когнитивных усилий, и там это просто измеряется. Есть специальные эксперименты, которые позволяют отслеживать реакции на небольшое количество, вот в пределах четырех объектов, и на большее количество объектов. Там время реакции значительно различается. То есть есть какие-то экспериментальные данные, которые говорят, что вот с четырьмя, тремя-четырьмя объектами нам работать проще. И на самом деле, ну, Бейсвана об этом не говорится, но если посмотреть еще исследование поведения животных, то у животных тоже есть примерно такая способность. В одной из статей я читал о том, что утки, например, очень легко определяют количество в пределах какого-то небольшого набора объектов. И вот эта способность, она закреплена у животных биологическим отбором. Естественным отбором. Ну, то есть там утки, например, достаточно быстро повернуть голову, чтобы оценить, что все ее птенцы рядом с ней находятся. Если хоть одного птенца не будет хватать, то она начнет паниковать и попытается его найти, начнет крякать, еще что-то сделать. То есть животные тоже имеют такую способность, и люди. Это биологически закрепленные способности. И дети используют эту способность для того, чтобы обучиться значению первочислительных. То есть они как бы с помощью кратковременной памяти осуществляют сравнение некоторого знакомого набора предметов с теми предметами, которые они считают. Например, ребенок знает, что у него две руки. Вот у него есть две знакомых руки. Он видит перед собой какое-то количество предметов и как бы в кратковременной памяти их сочетает. Вот это предмет для одной руки, это предмет для другой руки, значит предметов два. Поскольку я знаю, что рук у меня две, значит предметов тоже два. Вот примерно так. То есть все в рамках кратковременной памяти через сравнение кардинальности с точки зрения когнитивной психологии. Дальше обучение большим числам уже происходит с точки зрения когнитивных психологов на основе кардинального принципа. То есть принцип, о котором говорит, что число объектов, число, которое характеризует количество объектов считаемых, это последнее число при счете. И дальше следует некоторое обобщение. Такое своего рода индуктивное обобщение, согласно которому, если х следует за у в счетной последовательности, то добавление индивидов множества с кардинальностью х дает множество с кардинальностью у. Если мы знаем, что 4 следует после 5 в счетной последовательности, то если мы к 4 столам добавим еще один стол, то будет множество из 5 столов. Это особая операция, которую всем детям нужно пройти. И вот это обобщение они должны когда-то совершить для того, чтобы овладеть числами в дальнейшем. При этом еще ребенок не понимает функцию SAC, то есть следующее число. Он не знает, какое там следующее число за каким-нибудь произвольным. Но ребенок может досчитать до этого числа, поскольку он владеет числительными на том языке, на котором родители ему об этом говорили. То есть ребенок знает, что если правильно считать, то будет сначала 1, 2, 3, 4, а потом 5. Но если вы зададите ребенку вопрос, что идет после 4, он вот так вот сходу не сможет ответить на этот вопрос, потому что пока понятия следующего числа у него нет. И более поздние числительные, они тоже обозначают большее число. То есть сравнивать числительные, какое-то произвольное, допустим, 15 и 5, ребенок не сможет их сравнить, потому что он еще пока не понимает, как это все осуществляется. То есть он просто знает, как числительные в языке, как слова, нужно в правильном порядке называть, но как сравнивать их друг с другом, это для ребенка пока еще сложно. Вот, то есть дети, условно говоря, вот обобщение такое, дети выучивают первые 4 кардинальных числа благодаря вот этой способности, затем выучивают ординальные числа благодаря регулярности синтаксиса, и после этого они уже переходят к овладению, в принципе, более сложными операциями над числами. Вот здесь по поводу регулярности синтаксиса тоже нужно сказать, что некоторые языки способствуют гораздо более быстрому обучению такой элементарной прото-арифметики, что ли, если так можно выразиться, просто потому что у них более регулярный синтаксис. Там во многих европейских языках синтаксис для числительных не очень регулярный. Ну, например, у нас есть вот в русском языке там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, потом 10, а потом у нас 11, 11 это вроде как 1 и 10, да, но при этом это отдельное слово, 11, потом 12 отдельное слово, и вот какие-то сложные там 13 и до 20, а потом уже идет 20, 1, 20, 2, 23. И вот это вот уже определенного рода регулярность. Если взять другие языки, ну, в статье Бёсина приводится, например, с корейским языком, поскольку мне немножко знаком китайский, я могу о китайском сказать. Вот в китайском языке синтаксис для числительных абсолютно регулярен. Ну, то есть там есть числа от 1 до 10, и потом дальнейшие числа, они просто должны, мы просто должны слова в определенном порядке расставлять, и все. Вот из этих вот. То есть нам нужно знать слова, обозначающие от 1 до 10, и слова, обозначающие разряды. Допустим, в китайском языке для того, чтобы сказать 22222, нужно сказать 2 до 10 тысяч, 2 тысяча, 2 сто, 2 десять, 2. Вот и все. То есть синтаксис очень регулярный. Там никаких исключений нет, вот как в русском языке 11, 12, там какие-то дикие выражения, которые ребенку сложно понять. Поэтому в некоторых культурах дети могут быстрее овладевать числительными и быстрее переходить к более продвинутым арифметическим операциям. Вот. Ну, то есть получается, что индивидуация ординальных чисел, вот если мы берем в расчет вот эти вот данные когнитивной психологии, она у детей основывается на их ранней способности к индивидуации кардинальных чисел. И здесь можно сформулировать аргумент от приобретения, который звучит так. Если дети с помощью числительных указывают на числа, то они должны иметь критерии тождества для чисел. Если дети сначала используют кардинальные числа, а потом на их основе ординальные числа уже формулируют, то значит сначала они имеют критерии тождества для кардинальных чисел, но не для ординальных чисел. Соответственно, индивидуация натуральных чисел осуществляется с помощью кардинального принципа. Ну, вообще говоря, и до этого я уже это сказал, Бейсман принимает второй аргумент Линноба от философии языка. Значит, определенные дискрипции и функциональные выражения не следует использовать при формулировке критерия тождества. При этом он говорит, что нужно для указания на натуральные числа, непосредственного, использовать нумералы. Ну, нумералы конструируются из цифр. Это уже какие-то выражения более формализованного языка, то есть неестественного языка. Это вот значки для единицы, для двойки, для тройки, цифры. И из этих цифр мы можем строить что-то более сложное, там 22, когда мы 2 и 2 записываем подряд. Вот это нумерал, который обозначает число 22. Вот, ну, получается так, что вот второй аргумент Линноба, он исключает использование принципа Юма, который, собственно, является выражением кардинальной концепции. А использование ординального принципа, который нравится Линноба, исключается эмпирическими данными. То есть он не соответствует тому, что нам говорят об обучении протоарифметики когнитивной психологии. Поэтому давайте, говорит Бейсман, обратимся для формулировки критерия тождества к различным семантическим теориям. То есть посмотрим, что же там у нас в лингвистике происходит по этому поводу. Вот, в большинстве языков, если мы их проанализируем, ординальные числительные, там, первый, второй, третий, четвертый и так далее, они синтаксически основываются на кардинальных числительных. То есть сначала вроде как структура ординальных числительных гораздо более сложная и предполагается, что, видимо, мы сначала кардинальные числительные изучаем, потом уже на их основе ординальные. Ну и опять вот здесь для некоторых языков это может быть не совсем очевидно, а, допустим, в том же китайском, чтобы сделать ординальные числительные, нужно просто обычные кардинальные числительные взять и добавить перед ним специальный иероглиф-модификатор. Вот у нас есть число, обозначающее один. Для того, чтобы сказать первый, мы просто перед ним дополнительный иероглиф должны записать, ну или произнести. Вот, то есть понятное дело, что ординальные числительные производны от кардинальных числительных. Хотя для некоторых других языков это не настолько очевидно. Вот, и в философии языка и в лингвистике Бейсман обращает внимание на то, что он называет адъективной стратегией. С точки зрения вот этой адъективной стратегии числительные являются нереференциальными, чистыми и определительными, либо являются референциальными выражениями, которые указывают не на сами объекты, не на числа, а на тропы или на степень. То есть вот с референциальным поведением числительных в естественных языках есть какие-то некоторые сложности. Вот, при этом надо, конечно, помнить, что адъективная стратегия, она объясняет не все употребления числительных, но, по крайней мере, она объясняет те употребления, с которыми дети сталкиваются, когда изучают свой родной язык. И, в частности, Бейсман обращается к семантике Мольтмана. Вот, это один из вариантов адъективной стратегии. В этой семантике слово «восемь», например, в выражении «прибыло восемь детей» будет указывать на свойства, которые применяются к множественностям. И вот формально это описывается вот таким образом. То есть семантическое значение слова «восемь» — это некоторое лямбда-выражение, где лямбда у нас связывает множественную переменную эти иксы. Да, а в теле этого лямбда-выражения у нас вот такая вот запись. То есть у нас здесь, ну, это сокращение для анализа достаточно стандартного, который по меньшей мере до фреги еще идет. То есть у нас здесь восемь квантеров по иксу, там существует икс один, существует икс два, существует икс восемь. Такие, что икс один, икс два, икс восемь являются одними из вот этих вот иксов, из множественной перемены. И для всякого икрика, если икрик является одним из этих иксов, то он совпадает или с икс один, или с икс два, или с икс восемь. Ну вот все они там перечисляются. То есть здесь у нас просто сокращение для выражения, которое говорит, что есть ровно восемь объектов, ни больше, ни меньше, и они составляют некоторую множественность иксов. Каждый из них является одним из вот этой множественности. Вот это семантическое значение для числительного восемь естественного языка. И это можно еще вот обозначить вот так. Ну, лямбда-выражения же, а не свойства какие-то у нас обозначают. Вот, соответственно, для простоты можно использовать вот такую запись. С с индексом восемь в кавычках и от множественной переменной два икса. С это значит кардинальное свойство. Кардинальное свойство, которое обозначается числительным восемь в естественном языке. Вот оно определяется через такое вот лямбда-выражение. То есть это свойство некоторой множественности. Не какого-то отдельного объекта. И само по себе оно не является объектом. Это свойство множественности. Вот, с точки зрения адъективной стратегии, кардинальная концепция является более правдоподобной. И семантика адъективной стратегии основана на кардинальных свойствах. Ну, то есть критериях тожества. Например, для вот таких вот выражений, которые там в теле лямбда-выражения были. Вот, однако здесь речь идет не о числах, а именно о числительных. То есть мы пока объяснили, как в языке работают числительные. С точки зрения адъективной стратегии, числительные обозначают не числа, они обозначают свойства для множественности. Вот, как же к числам перейти, вопрос остается. Вот, кардинальные свойства являются референтами для числительных, естественного языка, и они с индивидуацией чисел, получается, никак не связаны. Поэтому простого пути от критериев тождества для кардинальных свойств к критериям тождества для чисел нет. Ну, поскольку нас интересует, как мы именно числа индивидуируем. Нам нужны вот эти вот. Этот путь нужно как-то открыть. Есть вариант другой адъективной стратегии, которую предлагает Снайдер. С точки зрения Снайдера числа – это овеществленные кардинальные свойства. Ну, и значит, тогда получается, что индивидуация будет осуществляться именно через кардинальный критерий. Однако, все равно можно попробовать связать индивидуацию чисел с ординальными свойствами, а числительные – понимать через референцию к таким свойствам. Возможно, эмпирические данные числительных вовсе не касаются индивидуации чисел. То есть мало ли что там говорят когнитивные психологи. Это вопросы обучения и вопросы обучения языку, и к вопросам арифметики они вообще никак не относятся. Может быть такая ситуация. И дальше Бейсман пытается сформулировать принцип, который бы в себе объединял кардинальную концепцию и ординальную концепцию. То есть кардинальную концепцию в рамках адъективного подхода. То есть у нас будет числительный указывать на свойства множественностей. И при этом у нас будет ординальная концепция еще использоваться, где нумералы, ну, например, какие-то термы формальной арифметики, они будут указывать напрямую на числа. То есть когда мы делаем в каком-то формальном языке запись, то эта запись, она будет уже именно числа обозначать. Пишем в элементарной арифметике 2 плюс 2 равно 4. Вот здесь вот 2, 2 и 4 обозначают соответствующие числа. Вот. Ну, опять же, с точки зрения эмпирических данных, в случае числительных мы имеем дело с кардинальными свойствами. Вероятно, в случае с нумералами тоже. Ну, то есть тут возможен аргумент по аналогии. Если мы посмотрим опять на вот эти вот данные когнитивной психологии, то мы заметим, что в 5 лет дети используют кардинальные свойства и пока еще не понимают ординальных чисел. Ну, то есть им сложно работать с ординальными числами. Конечно, это все не настолько однозначно. Некоторые дети гораздо быстрее начинают с ординалами работать, некоторые чуть позже, ну, примерно в 5 лет. Вот. Однако позже происходит переход к кардинальным свойствам. Особенно он наблюдается у взрослых. И взрослые используют ординальные свойства для того, чтобы решать различные арифметические задачи. Какие-то более сложные арифметические задачи, они решаются вот с помощью обращения к ординальным числам. Ну, в частности, там говорится о том, что для решения задач на умножение нам нужно понятие ординального числа, ну, и всякое такое вот. Ну, то есть чем более сложные арифметические задачи нам приходится решать, тем больше мы полагаемся именно на ординальную концепцию, нежели на кардинальную. Ну, и здесь, правда, необходимо еще сказать, что в случае более сложных задач, когда мы используем какие-нибудь более формальные языки, ну, какие-то символические, может быть, языки, а не естественный язык, то с регулярностью там ситуация гораздо проще, да, и там у нас однозначно используются разряды, и порядок в записи, он определяет значение термина. Да, то есть если мы запишем 2 и 0, это одно, а если 0,2, это совсем другое получается. Вот, то есть тут отношение порядка очень важно. И для того, чтобы работать, в принципе, с такими языками, нам нужно уметь оперировать ординальными числами. Вот, правда, все это вовсе не означает, что индивидуация натуральных чисел выполняется на основе ординальных свойств. То есть, может быть, индивидуация выполняется с помощью кардинальных свойств или с помощью какой-то смеси, но просто для решения каких-то определенных задач нам удобнее использовать ординальные свойства. Ну, данные свидетельствуют, что референты числительных семантически индивидуируются на основе кардинальных свойств. Мы это уже выяснили. Вот, а употребление числительных, в общем-то, описывается в том числе и концепцией Линноба. То есть то, как мы употребляем в нашем языке, в естественном языке числительные, оно, в общем-то, подпадает код, идея Линноба, под его ординальную концепцию. Однако последнее вовсе не является аргументом в пользу того, что именно ординальная концепция является исключительно правильной, и больше никакая другая. Бюйсман, правда, говорит, что тем не менее мы также не можем однозначно утверждать, что имеющиеся данные поддерживают какую-то смешанную концепцию, а не ординальную концепцию. То есть данные когнитивной психологии мы можем использовать как некие эвристики, но совсем уж полагаться на них не стоит. То есть они не настолько однозначны. И Бюйсман формулирует альтернативный критерий тождества. В нем числительные, то есть слова естественного языка, указывают на кардинальные свойства вот такого вида c с индексом t, где t это некоторое числительное. Затем будет использоваться семантика Мольтмана. То есть мы будем говорить о том, что кардинальные свойства это свойства множественностей. И, соответственно, вот такая вот запись c с индексом t от множественной переменной x. Это будет у нас кардинальное свойство, которое указывается числителем t и применяется ко всем множественностям в точности t членами. Да, и вот это c с индексом t, оно анализируется через лямбда выражения, которое до этого у нас было. Вот, тогда у нас получится следующая идея. Мы можем связать индивидуацию чисел, ну, как бы говорить об индивидуации вот таким вот образом. Числительное t указывает на то же кардинальное свойство, что и числительное u, тогда и только тогда, когда эти свойства применимы к одним и тем же множественностям. И применимость к одним и тем же множественностям будет предполагать, что эти множественности находятся в однооднозначном соответствии. Например, есть числительное 5 в русском языке, есть числительное 5 в английском языке. Когда мы можем говорить, что вот эти два числительных указывают одни и те же кардинальные свойства. Все множественности, которые подпадают под, соответственно, кардинальные свойства, обозначаемые этими чувствительными, они должны находиться в однооднозначном соответствии. Индивидуация кардинальных свойств будет основана на их объеме, то есть тождество является экстенсиональным. И вот у нас индивидуация для кардинальных свойств будет вот такой вот. То есть кардинальное свойство t совпадает с кардинальным свойством u, то есть обозначаемым t или обозначаемым u в естественном языке. Тогда и только тогда, когда для всякой множественности, эта множественность выполняет кардинальное свойство, обозначаемое t, тогда и только тогда, когда эта множественность выполняет кардинальное свойство, обозначаемое u. И дальше для кардинальных свойств требуется, чтобы их объемы находились в однооднозначном соответствии, как это было на предыдущем слайде сказано. Для этого у нас используются вот такие вот принципы cp для t и cp для u. То есть у нас для всякой множественности x, для всякой множественности y, x и y находятся в однооднозначном соответствии. Если x и y находятся в однооднозначном соответствии, то тогда выполняется эквивалентность для применения свойств этих соответствующих кардинальных свойств для этих множественностей. То есть кардинальное свойство c с индексом t, объем этого свойства предполагает, что все множественности, которые в этот объем входят, они в однооднозначном соответствии. То есть там ровно t элементов в них, не больше и не меньше. И то же самое для u. То есть мы гарантируем, что объем кардинального свойства c с индексом u состоит из множественностей, которые в себе содержат именно u элементов. То есть получается, что любая множественность, с которой применима числительная 5, находится в однооднозначном соответствии с любой множественностью, с которой применима числительная 5. И тогда мы можем говорить, что они обозначают одинаковые кардинальные свойства. Вот, ну то есть в ходе обучения дети заключают, что два числительных указывают на одно и то же свойство тогда и только тогда, когда эти свойства применяются к одним и тем же множественностям, что проверяется с помощью однооднозначного соответствия в рамках краткосрочной памяти, если мы с небольшими числительными имеем дело. Ну, дети имеют дело только с небольшими числителями. Вот, и дети, в принципе, могут понимать, что в двух множественностях одинаковое количество отдельных объектов, да, то есть они могут вот в кратковременной памяти, как я сказал, проводить сравнение этих множественностей и видеть, что там однооднозначное соответствие. Вот, то есть дети могут связать условия тождества для чисел, на которые указывают нумералы, когда они в дальнейшем им обучатся, с условиями для числительных. Нумералы числительные упорядочены одинаково, поэтому вполне подойдет используемое линобо отношение, которое мы можем выразить вот таким вот образом. То есть число, обозначаемое нумералом n, равно числу, обозначаемому нумералом m, тогда и только тогда, когда существует t и существует u, такое, что n и t находятся на одном месте в соответствующих последовательностях, m и u находятся на одном месте в соответствующих последовательностях, и кардинальное свойство, обозначаемое t, экстенсионально совпадает с кардинальным свойством, обозначаемым u. Вот, ну то есть получается, что нумерал n указывает на то же число, что и нумерал m, тогда и только тогда, когда кардинальное свойство, указываемые числительными Т и У, занимающих ту же позицию, совпадают. Или, если брать конкретный пример, нумерал 5 арабский указывает на то же число, что и нумерал 5 римский, тогда и только тогда, когда нумерал 5 арабский занимает ту же позицию, что и числительная 5 в русском языке. Например, нумерал 5 римский занимает ту же позицию, что и квинкви, нумерал, соответствующий в латинском языке, а числительная 5 и числительная квинкви указывают на совпадающие кардинальные свойства. Ну или, если еще более просто формулировать, нумерал 5 арабский и нумерал 5 римский указывают на одно и то же число, тогда и только тогда, когда они нумеруют одни и те же наборы предметов. Вот, то есть у нас получается своего рода гибридное объяснение. Здесь тождество разрешается для чисел. Разрешается через однооднозначное соответствие, но для перехода чисел к свойствам требуется знание о порядке. То есть мы должны знания о порядке обладать. Вот, ну и вот этот вот принцип, который в итоге формулируется Берсманом в этой статье, он не является принципом абстракции, что, в общем-то, Берсман признает. То есть он не является принципом абстракции типа принципа Юма или там ординального принципа, но при этом он является критерием тождества, который подходит для индивидуации чисел. Вот, этот принцип IN, который называется IN, подходит под эмпирические данные, согласно которым индивидуация чисел на основе предыдущего понимания свойств множественности осуществляется. Да, и мы используем числительные нумералы одинаковым образом, ну, в плане там последователей того, что они одинаковые последовательности сифра веруют. Вот, а индивидуация ординальных чисел сводится к индивидуации кардинальных чисел. То есть получается, что ординальная концепция как бы в рамках вот такого альтернативного подхода она будет производной от кардинальной концепции. Ну, это, собственно, соответствует данным когнитивной психологии. Однако, без ординальных свойств в IN не обойтись, так как указания на кардинальные свойства и на числа осуществляются разными сингулярными термами. Да, вот у нас есть сингулярный терм. M, N и M, вот здесь вот с левой стороны, а вот эквиваленции, да, это нумералы должны быть, и они обозначают числа, собственно говоря. А здесь у нас речь о числительных, которые обозначают некоторые кардинальные свойства. И при этом мы объясняем как бы референцию нумералов, да, вот эту прямую через обращение к кардинальным свойствам. Вот, надо сказать, что да, представленное объяснение, оно предполагает семантику типа Мольдмана, но вдруг может оказаться так, что семантика Мольдмана является ошибочной. Ну, правда, Бейсин говорит, что даже если такая семантика ошибочна, то объяснение все равно будет продолжать работать, потому что эмпирические данные поддерживают использование кардинальных свойств, ну и концепция обучения, которая объясняет эти эмпирические данные, она представляет числа через репрезентацию отдельных объектов, ну или там множественностей, точнее, объектов. Вот, поэтому дети вполне могут связываться с числительными какие-то квантерные конструкции, ну в духе там вот этого сокращенного выражения, что там ровно восемь объектов. Вот, да, и сами по себе когнитивные психологи, они указывают на то, что на определенной стадии обучения числительным дети используют квантерные выражения естественного языка. Вот, возможно, представленное объяснение совместимое и с абстракционистской концепцией референции, которую отстаивает Линнебо, согласно которой сводимость вопросов о числах, предполагая сводимость вопросов о числах к вопросам о соответствующих нумералах, о их местах в последовательностях. Но Бейсман не рассматривает эту возможность в своей статье, потому что указывает, что есть некоторые возражения против абстракционистской концепции референции, и он просто не хочет сейчас иметь с ними дело. То есть это как бы на будущее остается, рассмотрение этой возможности. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я попытаюсь на них ответить. Лев, у меня возник такой вопрос. Можно ли рассматривать кардинальные свойства, как что-то завязанное на объем нашей оперативной памяти? Или я неправильно понял? Ну, конечно, краткосрочная память не является безграничной, и мы просто в голове не можем удержать достаточное количество предметов, если мы работаем с большими какими-то числами, с большими кардиналами. Ну, я не знаю, где здесь пределы. Это надо у когнитивных психологов спрашивать. Но вот, по крайней мере, когнитивные психологи обращают внимание на то, что с тремя-четырьмя объектами в краткосрочной памяти мы достаточно легко обращаемся, а когда их больше, то нам становится труднее. И вот пример с уткой мне не представляется вполне корректным. Почему? Я думаю, что утята, утки, они не в оперативной памяти утки, а в долгосрочной памяти утки. Поэтому иррациональное волнение утки объяснимо. Ну да, там нет речи именно о кратковременной памяти, но у утки, во всяком случае, есть способность быстро определять количество утят. Это тоже измеримо все там, она очень быстро смотрит и моментально понимает. Точно так же, как мы быстро смотрим на 3-4 предмета и понимаем, что их 3-4. Но быстрота, она не связана с оперативностью или с долговременной памятью. Да, они связаны. Вот здесь вполне возможно идет речь о долговременной памяти, которая у этой утки образовалась. Быстрота ни о чем не свидетельствует. Вот если бы были предметы какие-то, так скажем, не вошедшие в опыт утки, то я думаю, что утка бы быстро определяла лишь в пределах трех объектов, как и ворона. Ну, оперативная память утки и вороны, она ограничена в большей степени, чем наша. Наша оперативная память ограничена семью объектами, если я не ошибаюсь. И согласно закону ЦИПФа, продолжительность предложения во всех языках не может выходить за соответствующие возможности нашей оперативной памяти. Ну, вот когда обсуждались, когда вот это вот вопросы обучения детей, связанные с кратковременной памятью обсуждались, то есть там речь шла о том, что дети как бы узнают количество предметов, которые видят перед собой, помещая их в кратковременную память вместе с теми предметами, число которых им знакомо. Ну, вот они знают, ребенок знает, что у него две руки, он видит два предмета, и вот он себя представляет в кратковременной памяти, что вот у него две руки, и на одну руку один предмет, на другую руку другой, ну, значит, этих предметов тоже два. Вот примерно так когнитивные психологи объясняют использование когнитивной памяти для кардинальных свойств. Ну, здесь возникает некоторое сомнение. Почему? Потому что, в общем-то, когда мы сравниваем равновеликость в рамках оперативной памяти, то неважно, это птенцы, наши руки, наши головы или еще что-то. Это абсолютно безразлично. И в рамках сравнения в пределах оперативной памяти не требуется никакая мотивация. То есть кардинальность, она не нуждается в таких костылях, в таких подпорках. Ну, это для уже взрослых не нуждается, а для детей нуждается. Вот дети знают их, они знают, что рук у них две. Поэтому с руками сравнивают. Здесь можно усомниться. Здесь можно усомниться. Я не берусь судить о правильности данных когнитивной психологии, пусть там когнитивные психологи сами с этим разбираются. В общем, вот есть данные такие, все. Как бы я ничего не могу сказать на этом поводу больше. Вот, и я где-то встречал данные о воронах, что в пределах множества из трех объектов они достаточно хорошо работают, безразлично от своего индивидуального опыта. Вот. И у детей, наверное, так же должно быть, как у ворон. Я полагаю. А насчет двух рук мне вспоминается аргументация Джорджа Эдварда Мура. Я знаю, что это моя рука. Я знаю, что это вторая моя рука. Я знаю, что рука – материальный объект. Я знаю, что существует, по крайней мере, два материальных объекта. Я думаю, математик так бы никогда не аргументировал. Потому что число рук, число существующих рук – это не руки. Число существующих рук – это числа. Число два. И для математика, как бы, экзистенциальный квантор, примененный к рукам – это верхнелепость. Я не могу сказать, что я знаю, что существует два материальных объекта. Я могу только сказать, что я знаю, что существует число два. Математик бы, наверное, не стал просто о руках рассуждать. Но здесь, мне кажется, не совсем в контексте, по крайней мере, этой статьи не совсем обосновано, наверное, говорить о том, что число… количество рук – это число два. Количество рук – это, в общем, получается, кардинальное свойство какое-то. Ну, да. Но оно не число обозначается. Не число, это не число, это свойство для множественности. Ну, пусть будет свойство, но это же не руки. Ну, конечно. Ну, вот. И с точки зрения математики мы имеем дело с какой-то абстракцией. Ну, назовем ее числом, не назовем ее числом – это уже второй вопрос. Так вот, получается, если тот альтернативный критерий, который Бёйсман предлагает, верен, то тогда кардинальные свойства и числа – это разные вещи. Мы их связываем определенным образом, но математик говорит об одном, но он не о кардинальных свойствах говорит, он говорит о числах именно. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, мне сложно понять это. Спасибо, Лев. Да, значит, вопрос такой. Вот в этих эмпирических исследованиях ведь все как будто бы в одну кучу сваливается. Исследуется то, каким образом дети обучаются употреблению цифр и числительных, с одной стороны. Исследуется, какая идея усваивается детьми в первую очередь. Идея порядка или идея количества. Вот вопрос такой. Можно ли как-то понять, какая идея схватывается детьми в первую очередь, идея порядка или идея количества, без обращения к тому, как они употребляют или как их обучают употреблять числительные? Или это невозможно? И еще один вопрос. Те, кто учат детей использовать цифры и числительные, сами-то понимают, что у чисел есть два типа свойств. Кардинальные свойства и ординальные свойства. И если они это понимают, то, соответственно, они, может быть, обучают детей использованию числительных, опираясь на те свойства, которые им самим кажутся более органичными или более фундаментальными. Может быть, все зависит от того, какие свойства кажутся фундаментальными тем, кто учит детей числам? Честно сказать, я уже вышел за границы своей кратковременной памяти и первый вопрос уже не помню. Да, первый вопрос был про то, что все в кучу. Про идею порядка, про идею количества, с одной стороны, и с другой стороны, про употребление числительных в языке. Это одно и то же или нет? Ну, не знаю, мне не кажется, что там все в кучу, честно сказать. Ну, во-первых, есть определенная врожденная способность, которая обладают и люди, и животные там, и так далее. Если посмотреть работы различных исследователей, которые изучают насекомых и растения, то там тоже есть определенное арифметическое поведение, которое, по крайней мере, объясняют, как некоторое арифметическое поведение. Даже растения могут в каком-то смысле считать. Ну, просто они так приспособились. Если бы они делали по-другому, то они бы не вышли. Вот. То есть есть определенная биологическая способность. Плюс детей обучают языку, и обучают языку, вот просто указывая на объекты какие-то, и показывая, каким образом языковые выражения употребляются. Да, то есть постепенно дети начинают тоже употреблять вот эти вот все языковые выражения, в том числе и числительные. Да, и дети приобретают одновременно какое-то базовое знание. Например, то же самое знание то, что у человека две руки. Вот. У ребенка две руки, ему рассказывают, вот у тебя одна рука, вот у тебя вторая рука. Ну, вот и ребенок запомнил, что у него две их. Вот. А потом он начинает сравнивать тот пример, который много раз уже повторялся. Ну, выделить здесь какой-то порядок, может быть, это и сложно, но в описании данных когнитивной психологии, по крайней мере, здесь, в этой статье, мне кажется, там относительно ясно проводится разделение на несколько стадий. И когда я статьи рассказывал, я эти стадии, в общем-то, так или иначе упомянул. То есть сначала там обучение вот этому, потом обучение вот этому, после этого формулируется там такая-то идея, вот потом там индуктивное обобщение должны совершить дети, ну и так далее. То есть какая-то последовательность есть. Вот. Насколько это зависит от того, что знают те, кто обучают детей? Ну, не знаю. Тут это знание, скорее всего, для большинства людей является скрытым. Вряд ли каждый человек на улице легко различает кардинальные и ординальные свойства. Да, и вообще даже имеет представление о том, что есть кардинальные числительные, есть ординальные числительные. Для этого нужно, ну, как минимум, изучать лингвистику своего родного языка для начала. Ну, и вообще задуматься об этих вопросах. То есть каким-то образом это естественный язык мы используем для обучения детей естественным образом, в естественной среде, если так можно выразиться. и я не думаю, что здесь какое-то осознанное обучение детей одной или другой концепции имеет место. Ну, вот именно, как будто бы и возникает такая путаница именно из-за того, что никто особенно эти свойства кардинальные и ординальные не разделяет. Кто-то, может быть, интуитивно чувствует, обучая детей, что кардинальные свойства важнее, и обучая детей числам, упирает на именно количество, на идею количества. А другие люди, может быть, напротив, интуитивно считают, что ординальные свойства в числах важнее, и обучая детей числам, упирают на ординальные свойства или на идею порядка. И поэтому разные дети интуитивно воспринимают числа по-разному и по-разному оценивают весомость кардинальных и ординальных свойств. Ну, опять же, чисто интуитивно. Ну, я не думаю, что тут можно серьезно относиться к ординальным свойствам и использовать именно ординальную концепцию для основы, ну, потому что, как бы, в окружающем мире... В окружающем мире тогда будет очень странно. Что значит, что вот есть первый стол, а есть второй стол? Это вот в каком смысле? Вот этот стол первый, а вот тот второй. Это вот как надо объяснять ребенку, чтобы он понял, что это первый, а это второй. Ну, ведь нумеровать можно не только объекты, но и события, например. Вроде как сначала ты посыпаешься, потом ты умываешься, потом ты идешь завтракать, потом, не знаю, гулять и так далее. Вот первое событие, второе событие, третье. Да, об этом обычно не говорят с помощью ординальных числительных. Для этого есть другие выражения, которые порядок характеризуют. Но ведь идея порядка, получается, усваивается ребенком каким-то образом совершенно отдельно от того, как им усваивается употребление чисел. Ну да, когда он изучает счет. Вот он изучает, что числительные правильно называть в таком порядке. Один, два, три, четыре, пять. Они по-другому. А если он восемь хажет после единицы, то это неправильно. Если позволите сказать восемь после синии, очень даже, мне кажется, синтаксически мотивировано. Семь, восемь. То есть мы выходим за рамки кратковременной памяти на семерке и начинаем городить ординалы, начинаем задействовать синтаксис уже на восьмерке. Но это только русский язык. Ну, может быть, это только русский язык. Это язык древних шизо. Полушка, восьмушка. У меня тоже есть вопрос, если можно. Да. Вот. Да-да. Вот. Значит, исходя из того, той семантики нумералов, которая описывается в статье, мы должны, получается, сделать вывод, что, ну, скажем так, существа или там, не знаю, агенты, которые не знакомы с ни одним естественным языком и не усваивали числительные естественного языка так, как это делают дети, даже если они оперируют числами, они понимают или как, они осуществляют референцию каким-то совершенно иным образом, когда они используют нумералы, чем мы. Правильно? Ну, видимо, да, поскольку по идее нумералы напрямую обозначают числа, но объясняется референция через кардинальные свойства, через обращение, через сравнение с числительными и, соответственно, обозначаемыми ими кардинальными свойствами. Получается, тогда, что, скажем, если люди повстречаются с такими существами и смогут прийти к какому-то взаимопониманию с ними по поводу математических предложений, даже если окажется, что у нас совершенно изоморфная математика, то все равно мы не сможем сделать вывод, не будем иметь права сделать такой вывод, что мы имеем в виду одно и то же, когда используем математические предложения. А мне кажется, здесь проблем нет. Свойства наших абстракций будут свойствами абстракций этого существа, и никакого большего понимания не может возникнуть. Все свойства наших чисел будут свойствами чисел этого инопланетного существа. Все математические свойства. Ну, мне тоже так кажется, потому что вот эта концепция альтернативная, она скорее объясняет то, каким образом мы обучаемся работе с такими абстракциями, как числа. но это не означает, что мы после того, как мы обучились, продолжаем использовать именно эту концепцию. В какой-то момент и на это Бейсон обращает внимание, и у Линны это тоже есть. Мы, например, используем сначала кардинальную концепцию поначалу, потом переходим к кардинальной, потому что нам гораздо проще так решать какие-то задачи. это не значит, что мы при этом понимаем числа именно кардиналы. То есть в какой-то момент мы настолько владели протоарихметическим знанием, что нам больше кардинальные представления не требуются. Если рассуждать формально, принцип индивидуации, который дается для чисел, он же представляет собой определение абстрактных объектов, которые мы называем числами. И если мы используем какой-то другой принцип индивидуации, то, видимо, это другие объекты. А что? Он не является принципом абстракции, об этом Гройсман говорит. То есть мы не абстрагируемся от кардинальных свойств для того, чтобы получить абстрактные объекты числа. Это критерий тождества, да, он описывает, как мы можем сравнивать их. Но это не значит, что для существования чисел нужны кардинальные свойства. Нет, связь другая. Ну, тогда я не понимаю, в чем задача, которую ставит перед собой Гройсман. То есть он говорит о семантике нумералах. Значит, нумералы должны обозначать абстрактные объекты. Для того, чтобы понять, какие абстрактные объекты они обозначают, мы используем какой-то механизм референции, в данном случае критерий тождества. Нет? Не так он рассуждает? Ну, вот связь между референцией и критерием тождества у него явным образом не прописывается. И вот в конце я сказал о том, что абстракционистская концепция референции им не рассматривается, поскольку он говорит, что против нее есть определенные возражения. И поддерживает ли его идея абстракционистскую референцию или не поддерживает, это открытый вопрос. Хорошо, а тогда какая концепция референции подходит к его идее? Это надо у Бейсмана спросить, я не знаю, в статье он этого не пишет. При этом, мне кажется, тут можно еще обратить внимание на такой нюанс, что вот Бейсман наговаривает, что в рамках его концепции получается, что нумералы они непосредственно обозначают, непосредственно указывают числа как абстрактные объекты. Числительные естественные языка они обозначают кардинальные свойства. Но для того, чтобы иметь возможность сравнивать абстрактные объекты, то есть сравнивать числа, мы используем знания, которые получаем из естественного языка. означает ли это, что математика изменит свое содержание, если наш естественный язык изменится? Или может быть мы каким-то чудом овладеем языком математики, какими-то формальными языками, но при этом не будем иметь естественного языка? Или наше обучение будет каким-то другим образом осуществляться? Мне кажется, нет. Да, да, согласен, согласен, можно вспомнить Орфа, и как раз Орф настаивал на крайнем релятивизме, он говорил, что и логика, и физика должны измениться в результате изменения языка. Но это же явный бред, и логика, и физика должны остаться теми же самыми, а тем более математика должна остаться той же самой. И арифметику невозможно сдвинуть ни влево, не вправо ни чуточку изменить все свойства математических объектов, чисел прежде всего, останутся теми же самыми во всех возможных мирах. у меня еще небольшой вопрос был, он скорее такой не сильно содержательный, просто интересно. Где-то, может быть, встречалось объяснение, почему именно до десяти, причем именно во всех языках, насколько я понял, какая система принята. Это как-то исторически обусловлено, или в этом есть какой-то содержательный, математический, может быть, лингвистический смысл, и так далее. Я имею в виду про то, что дети учатся до десяти, а потом как бы вот оно переходит. Почему во всех языках именно до десяти сложилось такая история? Ну, это, наверное, исторически и прагматически обусловлено, скорее всего, тем, что у нас там десять пальцев на руках, допустим, да, поэтому, естественно, использовать то, что у нас под рукой находится для того, чтобы считать объекты вокруг, ну, и как-то традиционно закрепилось, вот, а потом язык уже был сформирован. Я могу ошибаться, но, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, есть всякие экзотические языки, в которых нет, ну, то есть, не десять вот этих первичных числительных, а меньше. Ну, да, понятно, что и плюс еще мы можем посмотреть, скажем, на в арифметике Вавилона, например, шестидесятиричные числа. Ну, да, да, ну, вот артефакты физика, где 11, 12, называются не один, ну, не с использованием слов один, 10, а совершенно другими корнями. лучший увидедой а ну, Продолжение следует...